И снова всем welcome! Это снова я, Дэнджи Пи. Сегодня у нас выпал снежок. Необычная погода, конечно, для Токио, Канагао, но бывает иногда зимой выпадает. Сегодня у нас речь пойдет про новости в Японии. Как вы знаете, в Японии в начале этого года произошло очень много разных катаклизмов и землетрясения на западной стороне, которая там вызвала большие пожары с жертвами и цунами в том числе. После этого еще были землетрясения. Кстати, это не только в той префектуре. В Токио тоже было землетрясение. Небольшие, правда, около 4 баллов, но все же эпицентр был в Токийском заливе. Конечно, это не такое землетрясение, как там было, но все равно. Но я считаю, что очень сильное было, и некоторые дома тоже нехило так тряхнуло. Вообще, как бы за последний месяц, вот этот января, у нас были много очень разных происшествий в Японии здесь. И даже вот все новости тоже удивляются, почему так. Так, на самом деле, я не знаю, так как бы здесь такого раньше не было, чтобы вот так вот прям одно за другим. Тоже вот из новостей, вы знаете, там самолет загорелся в аэропорту из-за столкновения с небольшим самолетом береговой охраны. Тоже сгорел весь этот самолет дотла, благо пассажиры из большого самолета успели спастись, а вот из маленького уже нет. Насколько я помню, там человек 6, по-моему, погибших. Вообще, по факту здесь что? Что еще поменялось? Ну вот, можете заметить, здесь вот дома у нас начали строить. Один, точнее, уже построили. Вот второй, это буквально вот за полгода отстроили. Вот еще один такой же дом за буквально вот полгода, считай, построенный. Он будет там на несколько квартир, как я понял. Да, но зато хорошо, теперь бамбука нет, и эти листья бамбуковые мелкие не будут лететь во все щели. Я из-за этого и начал машину закрывать, чтобы этим тентом, чтобы не залетали эти листья. Они забивают все воздуховоды, очень мелкие. Тут вообще без изменений практически. Чувак только ставил мотоцикл, два своих. Что-то одно колесо только осталось, не знаю, куда увез. Может продавать, может переезжает, фигу знает. Как-то так, да. Что еще нового? Ну, вообще, как бы, на данный момент, в основном сейчас здесь с семьей занимаюсь, с детьми. И мало времени свободно вообще на какие-то съемки или еще что-то. Мы сейчас только ездим куда-нибудь отдохнуть там или с семьей позаниматься. Потому что, ну, с двумя детьми, сами понимаете, вдвоем только больше никого нету здесь в Японии. В детские садики пока не планируем отдавать их. Нам, как бы, особо и неинтересны эти детские сады. Только если иностранные будут детские сады, да, можно туда отдать. Это, как бы, интересно. Но в японские не. Ну, а в школу, скорее всего, да, скоро в школу надо будет его уже определять. Ну, там уже будем думать, там расскажу более подробнее, как там, что, если поступим, в какую школу. Скажу, какие что документы, что нужно готовить и вообще, как оно происходит все это. Да, в этом году придется, кстати, еще и платить за транспортный налог, за, ну, не транспортный, а, как раз, дорожный налог за машину. Тоже расскажу, как оно, что там, сколько стоит вообще на автомобиль в Японии, на обычный автомобиль Nikkei Car. В целом все. Вот такие вот небольшие новости. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, где я публикую все изменения в канале и новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok